На стадионе «Зорки» прошли последние в этом сезоне крупные лыжные соревнования – Красногорский марафон имени Ивана Утробина. Начинался он как состязание в честь Дня защитника Отечества, затем в компанию ему достался рождественский марафон, который организовывали энтузиасты. И в 2009 году оба праздника спорта было решено объединить. С тех пор ежегодно Красногорский стадион встречает на знаменитом Утробинском круге всех, кто готов проверить свои силы на длинной дистанции. Как прошел шестой марафон, узнаем далее. Четыре круга по 12,5 километров – дистанция сама по себе не из простых. Красногорск еще и горками славится. Перепады высот не на руку лыжникам. Впрочем, легкой победой настоящих спортсменов не заманишь. Каждый раз я участвую для того, чтобы победить самого себя. Трасса сегодня тяжелая, скользко будет, особенно спуски тяжелые будут. Толпа, в смысле народу много, мастеров много. А я как бы ветеран спорта и немного пенсионер, и дедушка четырехкратный. Главная задача у меня – победить самого себя. Одна из сложных марафонов, которая в Рашлопот, в систему Рашлопот входит. Одна из сложных, по-моему, не знаю, как другие. Ну, подготовка очень хорошая, мне очень все нравится. Как и в прошлые годы, лыжню помогал готовить сам основатель красногорского марафона Иван Утробин. Но даже призеры Олимпийских игр не в силах вмешиваться в работу небесной канцелярии. В ночь перед соревнованиями трассу усложнил дождь. К тому же из-за ветра на лыжню попали ветки деревьев. На скорости под 50 км в час, которые несутся участники марафона, это может быть весьма опасным препятствием. Трассу силами, опять, работниками стадиона, она готовилась, готовилась ретраками, ретраком готовилась, буранами, снегоходами. И последний раз сегодня ночью, вот под утро, ну, это всегда так делается, чтобы в течение ночи, после того, как трассу прорезали, прокатали, она немножко смерзлась, слежалась. Вот это была последняя прокатка, и сегодня из леса, особенно на спусках, нарезали лыжни, чтобы участникам было безопасно с больших спусков. Это делал как раз Иван Степанович Утробин. Главный герой марафона уже не встает на лыжню. Легенда спорта теперь передает опыт. Благодаря пластиковым лыжам скорости нынче другие, говорит Утробин. Будь у него сегодня другое здоровье, он бы дал фору современным бегунам. Я бежал все буквально от 5 км и вот до 70. Для меня разницы практически не было. Я готовился ко всему. Я обычно и стартовал с первого этапа в эстафетах. И марафоны, как говорится, выходил первым и приходил, старался прийти тоже первым. В Красногорском марафоне первым в этом году стал мастер спорта Юрий Виноградов. Ярославский лыжник пробежал 4 утробинских круга за 2 часа 20 минут с небольшим. Те же 50 км дались за 2 часа 41 минуту Ксении Коноховой. Спортсменка из Новгорода взяла золото среди женской элиты. К слову, лучший результат за всю историю марафона 2.15 в этом году не побил никто. Но и соревнования на этом не заканчиваются. Будет зима, будет новая лыжня имени Утробина. Анастасия Ивставьева, Евгений Волков, Марья Анна Бустрова, КРТВ.